Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Сегодня мы с вами посмотрим небольшую посылку из США, она совсем маленькая, там вообще вещей 5 наверное, вот, но надеюсь видео все равно вам понравится, я решил вам просто показать, потому что она мне пришла совсем недавно, я решил сделать вот такое вот видео, в котором просто покажу что в ней, обзора на эти вещи, которые здесь не будет, вот, ну там есть пара вещей, на которые не нужно делать обзор, в общем, сейчас все с вами посмотрим, в общем, вот так она выглядит, она вообще небольшая, весит она килограмма 3 наверное, в общем, вот такая вот коробочка из США. Итак, погнали смотреть, что там внутри. Итак, первое, что идет в этой коробочке, это вот такие вот прекрасные Мистери Минис по Оно. Они выглядят уже потрясно, во-первых, они очень хорошо запакованы, прям, это мои, наверное, первые Мистери Минис, которые так хорошо запакованы, и это, конечно же, радует. Сейчас я вам их покажу. Вот так они выглядят, вот можете посмотреть, как выглядит коробочка. Здесь у нас просто офигенные фигурки, здесь у нас, во-первых, весь клуб неудачников, получается три версии Пеннивайза, это, конечно же, очень-очень круто. Я надеюсь, что нам попадутся редкие фигурки в распаковке, и вообще, я думаю, сделать такую неделю Пеннивайза, потому что у меня огромное количество, во-первых, фигурок Фанка Поп, во-первых, есть диорама в Movie Moment по Оно, я думаю, вы видели в одной из посылок США, и я вот думаю сделать нечто подобное. Также эти фигурки являются эксклюзивными для сети магазинов Hot Topics. С Hot Topic у меня сейчас маленькие проблемы возникли, они мне отменили заказ на 500 долларов, вы себе представьте 500 долларов, это около 35 тысяч рублей, вот, 16 ноября, и они мне не могут его, ну, они его отменили и не могут мне вернуть деньги. Это вообще, меня это пугает, я с ними связывался, у них все время какое-то одно сообщение, они его как будто копируют и отвечают мне каждый раз одно и то же, типа там в течение 5-7 дней мне вернут, но мне так и не вернулись, надеюсь, деньги мне вернутся. Ну, в общем-то, это эксклюзивчики для Hot Topic и Mr. Minis, обязательно раскроем на канале, ждите распаковку. Итак, идем дальше. Дальше у нас вот такая вот диорама по зеленой стреле. Сейчас я ее распакую, чтобы было удобнее посмотреть, как это все выглядит. Значит, вот так это все выглядит. Это моя не первая вообще диорама от Quantum Mechanics, это моя вторая диорама, у меня есть еще одна диорама от этой же фирмы, там у нас Pinky Brain, если вы помните этот мультсериал прекрасный, он шел по STS. И я вот думаю, как хранить эти фигурки, опять же, как Funko Pop в коробочках или без коробочек, опять же, напишите об этом в комментариях. Вот, отдельный обзор будет на эту прекрасную диораму, она выглядит просто потрясно, можете посмотреть. Также у нас сзади здесь есть реклама, тоже диорама, тоже по DC, на этот раз ядовитый плющ. Выглядит прекрасно, вот, сам зеленая стрела тоже выглядит очень прикольно, такой мультяшный, вот. Но он немного отличается от арта, но это, в принципе, ничего страшного. В общем, вот такая вот диорама от Quantum Mechanics, очень странное для меня вот это ощущение, как хранить, с коробками или без коробок. В общем, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, мне нужна ваша помощь. Итак, дальше у нас вот такая вот идет коробочка белого цвета, скорее всего, там фигурка Funko, да, я не ошибся. И это у нас веномизированный Капитан Америка. Я уже говорил, что прикуплю фигурок из этой серии, у меня уже вообще по Веному, надеюсь, вы меня слышите. Во-первых, это Токсин, но он не совсем по серии Веном, но все же. Также у меня есть, конечно же, Веном из коробочки Marvel Collector Corps, который тоже из этой серии, но он является эксклюзивом. На Комик-коне продавался Карнаж, продавался обычный Веном, опять же, этот Капитан Америка, Железного Человека я не видел, видел Халка еще тоже на Комик-коне. Вот, но я себе решил прикупить его, и то я не знаю, оставлю ли я его себе, или потом как-нибудь продам, может быть, разыграю. Вот, в общем, это я решу позже. Опять же, вы увидите, конечно же, в скором времени обзор на эту прекрасную фигурку. Выглядит, на самом деле, очень даже круто. В общем, посмотрим ее на канале. Вот такой вот веномизированный Капитан Америка. Выглядит потрясно. Идем дальше. Дальше у нас такая же белая коробочка. Посмотрим, что в ней. Я уже, на самом деле, позабыл. Все, я понял. И здесь у нас ностальгия так и прет. Эта фигурка, как вы уже поняли, по Никелодиу, но по прекраснейшему мультсериалу, который я тоже смотрел вместе с Сэй Арнольдом, с Джимми Нейтроном и так далее. Вот. Реальные монстры. Я надеюсь, вы его, конечно же, тоже смотрели. По-любому, многие из вас смотрели. И здесь у нас, если я могу, конечно, ошибаться, по-моему, его зовут Айкис. Но я тоже могу ошибаться, может, по-моему, Айкис его зовут. Вот. Это такой полузлой персонаж. Он очень крутой. Во-первых, это у нас эксклюзив для конвенции в Нью-Йорке. То есть, в общем-то, это эксклюзив для нью-йоркского Комик-Кон 2017 года. Я его купил по очень вкусной цене, где-то 15 долларов. И это, конечно же, очень круто. Также в этой серии у нас есть Крам или Крум, тоже не помню, как их зовут. И Аблина, вот ее я помню, она тоже очень классная. У меня есть ее фигурка в виде Мистер Министер. Так что, скорее всего, я себе куплю только Крума. Вот эту вот с волосатыми подмышками, которая держит два глаза. Тоже очень прикольный. Так что обязательно посмотрим на канале. Тоже ждите. Прекраснейшая фигурка, тем более эксклюзивная. Итак, идем дальше. Дальше у нас идут браслеты по Дэдпулу. Вот так они прекрасно выглядят. Здесь у нас всего три браслета. Они из очень-очень плотной резины. Здесь у нас есть серый браслет, черный и красный. На самом деле, мне кажется, эти три цвета не просто так. Они олицетворяют костюм Дэдпула. Если вы не знали, то у Дэдпула... Ну, конечно же, вы знали, вы молодцы. Есть у него костюм Силы Икс, есть черный костюм, есть его классический красный. Вот браслет на самом деле нормального, в принципе, качества. Я не знаю, как они мне будут на руке сидеть. У меня есть вот такой браслет по Черной Пантере. В общем, вот такие вот браслеты по Дэдпулу, официальные от Marvel. Они, кстати, стоят 10 баксов. Это на самом деле много. Это 670 рублей, но с доставкой они мне обошли где-то 800. Это очень много. В общем, вот такие вот браслеты по Дэдпулу. Итак, последняя, вроде бы как... Так, последняя вещь в этой посылке, в этой коробке. Открываем, и здесь у нас, по-моему, стакан. Да, здесь у нас стакан и непростой стакан. Опять же, он по Никелодиуму. Итак, это вот такой вот стакан по Никелодину. Он невероятно плотный, то есть это что-то между стеклом и твердым пластиком, наверное. Сейчас достану трубочку. Блин, она не достается. Я ее распаковал уже. Вот, трубочка тоже плотная. И она... Аааа, она вообще не вытаскивается отсюда. Это вообще круто, на самом деле. Давайте я распакую этот стакан. Запечатан он очень хорошо. Сейчас вам я его покажу. Во-первых, здесь у нас какая-то фишка есть. Так, здесь какие-то кубики льда, что ли, от Никелодиума с их логотипом. Ну, сейчас мы с вами все посмотрим. Итак, как эта штука работает. Во-первых, она откручивается. То есть это не просто так сверху одевается. Это все прикручивается и откручивается. Здесь у нас такая справочная брошюрка на французском и на английском языке. Вот так выглядит крышка. Она темно-синего цвета и прозрачная, очень красивая. Так, вау. Это просто вау. Все, я допер. Наконец-то я понял, что это такое. В общем, здесь у нас есть 5 вот таких вот штучек. Вот вы сейчас видите их на экране. В виде логотипа Никелодиума. Мы их кладем в морозилку. Вот 5 этих штучек. И они становятся ледяными. Я это обязательно попробую, потому что мне кажется, это очень-очень интересно и очень-очень круто. Блин, ну это на самом деле очень крутая идея. Я счастлив, что у меня теперь это есть. Вот, и как бы вы там ставите себе колу, допустим, да, и пьете, и у вас все остается холодным. В общем, летом это вообще будет круто. Здесь у нас персонажи по мультсериалам Никелодиума. Здесь у нас есть и Эй Арнольд, и Ох уж эти детки. Вот тут и Стимпи у нас есть. И Динозавр, помните его? Блин, по какому же он мультсериалу? Вот, забыл по какому. Вот, в общем, прекрасно он выглядит. Жалко, что принт не распространяется на весь стакан. Это было бы вообще прекрасно. В общем, вот такой вот стакан по Никелодиуму. Я им чертовски доволен. Выглядит он очень-очень круто. Это была последняя вещь в этой посылке. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Мне правда будет очень приятно. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь, там у нас много всего интересного. Я тоже думаю, вам там понравится. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока. Не пропускайте новых видео, потому что скоро будет и новогодний конкурс, и много всего интересного. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал.